Ола Амигас, на связи Матвей. И сегодня в этом видео хочу обсудить одну очень интересную и нашумевшую в последнее время тему, связанную с КРМП Мобайл Блэк Раша. А именно, самый загадочный и необычный транспорт в нашем КРМП, который является танком. Да, в последнее время этот загадочный транспорт очень сильно расхайпался среди игроков в наше КРМП, и я ну никак не могу пройти стороной эту тему. Так что в этом ролике я расскажу вам немного интересных и забавных фактов про танк в КРМП Мобайл Блэк Раша, расскажу как его можно получить и много чего другого интересного. Так что ни в коем случае не переключайтесь, будет интересно. По крайней мере, подобного видео, связанного с нашим КРМП, я еще никогда нигде не видел. По этой теме меня можно считать первопроходцем. Ну а перед тем, как мы начнем, хочу обратиться лично к тебе, мой дорогой зритель, если ты впервые на моем канале, если ты так же, как и я, играешь в КРМП Мобайл Блэк Раша, то обязательно оформь подписку. Тут ты сможешь найти, возможно, лучший контент по нашему КРМП во всем СНГ. Ну а если ты по каким-то причинам до сих пор не играешь в это лучшее КРМП во всем мире, то, чел, я тебя вообще не понимаю. Да-да, именно сейчас пришел тот самый момент, когда тебе стоит скачать КРМП Мобайл Блэк Раша по первой ссылке в описании совершенно бесплатно на любое андроид устройство. Да, в отличие от Фортнайта, данная игра великолепно оптимизирована и ее потянет даже самый древний андроид. Сама установка займет не более 1 минуты и требует от тебя не более 2 кликов. Не все же время играть только в один Фортнайт, надо иметь какое-то игровое разнообразие. Ну а КРМП Мобайл Блэк Раша великолепный способ расслабиться после напряженной игры в Фортнайт арену, ну или просто поугарать с друзьями. Также, если именно ты хочешь поиграть в КРМП Мобайл Блэк Раша вместе со мной, то обязательно добавляйся в нашу беседу, группу канала ВКонтакте, ну или на наш Дискорд сервер. Ссылку на это все ты сможешь найти в описании. Именно там ты сможешь найти меня, мы обязательно спишемся и обязательно вместе поиграем. Я, кстати, в основном играю на лайм сервере. Также не стоит забывать, что теперь я читаю именно трех пользователей, которые первые оставили комментарии под последним видео. На этот раз огромное спасибо Сейдену, Славе и Верику, очень рад, что смотрите мои видео первыми. Ну а если ты хочешь пополнить данный список, то обязательно комментируй одним из первых мое следующее новое видео на канале. Ну а для этого нужно обязательно подписаться и включить уведомления о новых видео. В общем, надеюсь, вы меня поняли и теперь давайте все-таки приступим к разбору новой графики в Карампе Мобайл Блэк Раша, которая придет нам с новым грядущим обновлением. Покажу вам, как она выглядит на самом деле и что за ней по-настоящему скрывается. Ну и напоследок, ее принцип работы. Погнали! Ну во-первых, да, танк закайпился относительно недавно среди игроков Карампе Мобайл Блэк Раша. Если я не ошибаюсь, то это наступило где-то примерно в середине апреля. А вся эта суматоха началась с одного простого видео про танк, которое вышло на канале под названием Блэк Босс. Поясняю, Блэк Босс это канал одного из администраторов нашего Карампе. И он решил записать видео про то, как он специально с помощью одной команды заспавнил танк на сервере и начал на нем разъезжать. Подобного контента про наше Карампе еще никогда не было, поэтому данное видео так сильно завирусилось. Но, ребят, сейчас я готов вам раскрыть одну тайну. На самом деле, этот танк существовал на протяжении всей жизни нашего Карампе. То есть в игре он был всегда. И не то, что сказать, что в самой игре, а конкретно в файлах этой игры. Ведь все мы знаем, что за основу нашего Карампе взяли движок GTA San Andreas. Соответственно, все модельки и любые вообще все, что есть в GTA San Andreas осталось в нашем Карампе. Но мы этого не видим, потому что данные объекты находятся в файлах игры, которые мы, естественно, при игре не видим. Ну а другим моделькам, которые у нас есть в игре, просто предали новые скины. Грубо говоря, Карампе наш остается прежний GTA San Andreas, ну, со стороны кода. То есть запрограммированный код всех моделек в нашей игре такой же, как и был в основной GTA-шке. Просто их скины, то есть внешний облик поменялся. Ну а также, может, изменились некоторые внешние параметры. Например, скорость машин и тому подобное. Ну а парень с канала Black Boss, так как он является разработчиком, с легкостью мог с помощью кода заспавнить данный транспорт и выгрузить его на сервер. На самом деле, вещь очень удивительная и вы, наверное, задаетесь вопросом, как вам именно можно заспавнить данный танк. В принципе, да, танк реально можно заспавнить, но только для этого у вас должны быть полномочия, как минимум, администратора. Логично, что обычному игроку его никак нельзя заспавнить. И вообще, если вам понравилась данная тема с танком, то я вам крайне рекомендую посмотреть видео по этому поводу с канала Крейта. В этом видео он сам катается на танке и, в общем, рассказывает некоторую информацию про данный транспорт. Видео получилось коротким, но при этом интересным, так что ссылочку на него я оставлю в первом прикрепленном комментарии к этому видео. Ну а вам я лишь могу сказать огромное спасибо за просмотр данного видео. Если вы досмотрели этот ролик до этого момента и до сих пор не поставили лайк, то обязательно сейчас же это исправьте. Я старался. Также не забудьте написать в комментариях, думаете ли вы, что в скором времени в наше КРМП добавят танки и хотели бы вы их видеть в нашей игре. Ну а по традиции с вами, как всегда, был Матвей. Аста луэго. Ну а по традиции с вами, как всегда, был Матвей. Аста луэго.